Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Вот, надеюсь, все нормально со звуком. И вам все хорошо слышно, а то не хочется, чтобы проблемы были. Чуть-чуть вот так вот. Так, все, теперь давай дальше. Нам нужно посмотреть вот это, план Казар. Посмотреть план Казар. Ну и что? Это план первого этажа, а нам нужен, а нам нужен второго. Такс, ну а перед тем, как мы начнем расшифровывать искать именно потайные комнаты, я думаю многие, кто смотрит популярных видеоблогеров, хотят либо связать youtube как свою карьеру и работать на нем, хотя, конечно, русскоязычным сейчас довольно тяжело выживать на этой платформе как в полноценной работе. Вот. Или просто делиться своим творчеством. У вас уже есть и ниши, которые вы хотите занять, у вас есть идеи для превьюшек первых видеороликов, шапка и логотип для своего канала, но нет прямых рук, чтобы сделать что-то такое, что нравилось и вам и зрителям. То вам прямая дорога на Moran Graphics. Группу крайне хорошего человека и дизайнера. Он постарается сделать работу максимально вам подходящую, подходящую вам, чтобы вы остались ей довольны. Ну и так же именно, чтобы она была приятна глазу обычного человека, зрителя, чтобы они подписывались на ваш канал и, ну точнее, чтобы у них появилась мотивация зайти на ваш канал, а уже дальше посмотреть ваши видеоролики. Сейчас, кстати говоря, идут скидочки, так что можно урвать себе и пакет ютуба не за такую большую цену, как раньше. Вот. У нее есть пример работы, можете их проверить и узнать, именно подходит вам стиль данного человека и его навыки. Вот. Ссылочка на это сообщество будет в описании и в комментариях. В комментарии с ссылками. Там они будут рабочие, так что лучше идите в комментарии, если хотите перейти. А так мы возвращаемся обратно к ролику. Такс. Подожди, кажется, план не совсем верный. Что с ним не так? Посмотри на одну из комнат. Нажмите на помещение, чтобы его посмотреть. Так. Кажись. Не, не казармы. Склад? Не, не склад. Библиотека? Нет. Может, кухня? Или столовая? Кухня, столовая, склад. Костейная. Нет, это лестница. Подождите, надо все осмотреть. Может, библиотеки? Давайте кухню попробуем. Может, удастся? Ну, давайте кухню. Мне что-то сразу кухня глазом припало. Потому что либо это кухня, либо столовая, библиотеку. Библиотеки нет никаких потайных. Или есть? Фак, я не помню. Фак, я не помню. Ладно, давайте просто выберем. Давайте кухню. Я понял. О, кухня изображена неверно. На самом деле, у нее есть выемка, а на плане ее нет. О. Наверное, это как-то связано с тайной комнатой. Я тоже так думаю. Стоит поискать настоящий план первого и второго этажей. Там должна быть подсказка. Так. Ты слишком спешишь. Для начала мы можем поискать дверь на кухне. Хорошо. Тогда сначала осмотрим кухню. Пошлите осмотрим кухню. Да, пошло расследование. Наконец что-то интересное. Пошлите на кухню. Ну, вот и кухня. Мой взгляд устремился к торчащему углу. Там должно что-то быть. Мы близки к разгадке. Я обыскиваю, ты сторожишь вход. Я обыскиваю, ты сторожишь вход. Да, но, пожалуйста, будь внимательней. Лучше меня с этим никто не справится. Я вышел в столовую и остался у двери. Ну, чего? Через несколько минут из кухни вышел разочарованный Яков. Ничего. За стеной полое пространство. Но из-за кухни туда невозможно попасть. Придется искать настоящий план здания. Ты прав. Найти настоящий план казара. Ну, скорее всего, он будет в библиотеке. Я думаю, он будет в библиотеке, я так полагаю. Но потому что это самовероятный способ. Где же нам искать этот план? Вся казарма в своем распоряжении нема. Куда хочешь заглянуть в первую очередь? А у тебя есть идеи? Разумеется, но я предпочитаю следовать за тобой. Тогда в случае вины, в случае неудачи, вина ляжет только на твои плечи. Ух ты хитрил. Пошлись. Так. Ну, давайте библиотеку. Скорее всего, где-нибудь в этом. Ну, давайте искать. Старые медицинские карточки. Наверное, этих солдат уже нет в живых, раз они хранятся здесь. А, это дело наше. Подозрительные почвы, но это все не то. Подожди, а где? Ну, это... И где? Скажите, мы ошиблись. Так вот, это не нужно, это не нужно, это газета. Тут можно. А, я отодвинул тумбочку. Это что-то новенькое. Раньше тут было много паутины и всякого хлама. Обидно, что сейв нашел я. Мы нашли это место вместе. Не переписывай себе все заслуги. Ах ты хитрилга. А вот мне в лицо ты сказал, что специально будешь бездействовать, чтобы на меня биноби скидать. А вот сразу такой, сразу, как только что-то нашли, сразу приписывает. О, я, я помог тебе. Хитрилга черноглазая. Так, что там? О, а вот они и план казармы. Вот схемы. О, опа тайной ход. Яков, посмотри сюда. Рядом с кухней лестница. Город, который ведет в секретное помещение на втором этаже. Я был прав, когда говорил, что рядом с кабинетом Вагнера находится комната. Возможно. Но как туда попасть? Хм. Существует, пожалуй, только один вариант. Попробуйте поискать вход под землей. Мы еще раз осмотрели потануясь шкафчик, но так и не нашли чертежи подземелья. Придется искать вход в комнату самостоятельно. Я могу только предполагать, где находится нужная дверь. Но как нам спуститься в подвал? Дверь уже заперта. Возьмем ключ у Оливера. Он есть только у него? Еще и у командира. Я сокращенно вздохнул. Эх, выходит, остается только Оливер. Тут есть небольшая проблема. Оливер постоянно носит связку ключей с собой. Вытащить один из них непросто. А запасного, как от архива, у него нет. А как ты сделал это раньше? А как ты делал это раньше? Ждал, когда он пойдет в душ? Неужели он оставляет ключи без присмотра? Разумеется, нет. Он прячет их в шкаф, в шкатулку с кодовым замком. Отлично. Значит, подождем вечера? Боюсь, что нет. Почему? Оливер сегодня дежурит, а перед дежурством он не моется. Что? Он не успевает, потому что выслушивают указания сержант Лемон. А потом сразу же идет на новый ночной пост. Выходит, нам нужен другой план? Есть варианты. Объяснить ситуацию. Ну, блин, в лицо говорить. Как говорится, будем действовать. Вот тут я сразу выберу выкрасить ключ, так как... Ну, блин, знаете... Как говорится, приходится действовать такими вот хитроумными методами. Потому что говорить ему об этом в лицо очень тупо. Выкрасть ключ. Да и в тому же мы уже выкрали дневник у Вольфганга. Что-то у нас наши руки уже запачканы. Мы почитали его записи. По факту влезли в его личную жизнь. И сейчас мы будем стыдиться того, что стырим ключики. Как бы мы уже обмазаны. Так что уж обмазываться, так обмазываться ложью и воровством. Нужно выкрасть ключ. Смотрю, тебе нравятся нечестные методы. Нет. Этот способ кажется самым разумным и безопасным. Будь ты хорошим человеком, ты был предпочел действовать более... Хм... Открыто. Я действую осмотрительно. Весьма здравая мысль. Мы с тобой в чем-то сходимся. Нам нужен план. У меня есть кое-какая идея. Так. С моей ладони согревала кружка плохо заваренного кофе. Минуты текли томительно. По нашим расчетам, Оливер должен был вот-вот появиться. Надеюсь, все получится. Указательный палец барабанил по железной кружке. Где же ты, Оливер? Оливер. Выходная дверь отворилась. Я мигом выпрямился и подошел к картине, на стене делая крайне заинтересованное лицо. Из-за угла появился Оливер. Он резво направлялся к мужской спальне. Как только он оказался позади меня, я резко развернулся. Я как раз хотел спросить. Моя рука с кофе ударилась о предплечье Оливер. Ой. Какая неудача, какое несчастье. Ой-ой. Кофе попал Оливеру на живот. Так, давайте сделаем скриншотик. Хоть, конечно, я не люблю подобные. Блин, не люблю, когда такие диалоговые окна выпрямляются, но они не пропадают. Я разнервничался. Не туда. Нужно целиться ниже. Ой. Что здесь? А, я понял. Да. А, он на штаны ему брюснул. Ой. Ой. Я осторожно выплеснул остатки Оливера на шорты. Ой. Как-то это чересчур наигран. Ай, как неаккуратно. Прости, Оливер, это нужно для дела. Извини, у меня все из рук валится. Давай помогу. Я суетясь. Подожди. Давайте вот это. Спасите. Скриншотики надо. Просто я выберу парочку. Но пока что этот кадр самый приятный. Я суетился. Мои движения были резкими, не собранными. Я принялся голыми руками смахивать расползающееся пятно на рубашке Оливера. Нет, нет, так не пойдет. Я сам справлюсь. Его добрый голос вытаскивал на поверхность мою совесть. Я прятал горящее лицо и корил себя за нелепый план. В коридоре снова зазвучали шаги. Я знал, что они принадлежат Якову. Он шел с высокой стопкой чистого белья. Его лицо едва выглядывало из нее. Ай-яй-яй, какой ты неуклюжий, Оливер. Или это не мое вершит правосудие? Видишь, как неосторожно вышло. Яков смодовольно фыркнул. Оливер, переоденься, иначе простудишься. Как же фальшиво звучит мой голос. Я не заболею, не переживай. Я пришел не вовремя? Нет, нет. Дай штаны. Яков без... 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 Дождите, что? Я не почитал. Яков безропотно кивнул и стянул со стопки чистого белья единственную пару и сунул ее Оливеру. Прости, сейчас переоденься, я за... я застираю пятно. Да не надо. Ты нарушаешь устав, Оливер, находясь в общественном месте с грязной униформе. Да, переоденься прямо тут. Оливер непонимающий... Что ж такое? Фак. Оливер непонимающий посмотрел на нас. Вы какие-то странные ребят. Прости. Ты так покраснел, Немо. Ладно, пойду переоденусь. Переоденусь в комнате. Не валяй дурака, делай это тут. Все равно никого нет. Оливер засопел, помял в руках чистые штаны и не хотя снял свои. А мы с Яковом переглянулись. Давай свои шорты, я отнесу их в костельную. Но ведь и рубашка грязная. Твоего размера у меня нет. Яков выхватил из рук Оливера испачканную одежду. Подожди. Неожиданно огромная стопка белья рухнула на пол. Яков удивленно посмотрел вниз, пряча правую руку за спину. Я удовлетворенно заметил, что он сжимал в ней шорты Оливера. Вот видите, что вы натворили. Нечего было стоять на самом проходе. Теперь сами все собирайте. Яков стремительно бросился в мужскую комнату. Помоги мне, Оливер. Кряхтя Оливер похлопал себя по бедру, по бедрам. Совсем забыл, ключи остались в кармане. Я бы хотел извиниться. Ты уже извинился. Ничего страшного. Всякое бывает. Он собирался подойти за Яковом, но я удержал его за предплечье. Ты обещал помочь. Ох, верно. Ведь как же это на игру? Даже я сам понимаю на сколько. Оливер присел на корточки и принялся складывать чистое белье в стоп. Мне правда очень жаль. Зря я вынес кофе из столовой. Ты это правильно заметил. Видишь, как важно соблюдать устав. Так плохо, там плохого не напишут. Оливер назидательно поднял указательный палец. А что там еще написано? Ты до сих пор не читал устав? Нехорошо. Нужно заняться твоим просвещением. Я буду этому рад. Из-за поворота вышел Яков. Он держал кончиками пальцев перепачканные шорты Оливера. А я как раз собирался идти за тобой. Совсем забыл, что ключи в кармане. Яков скинул брови и с сделанным удивлением ощупал шорт. Зазвенел металл. Разбирайся тогда сам со своими штанами. О, ладно. Яков грубо сунул шорты ему в руку. Его глаза встретились с моими и быстро метнулись в сторону выхода. Еще раз прости, Оливер. Вредь буду аккуратнее. Я виновато улыбнулся, положил на стопку последнюю простыню и поспешил за Яков. Оливер с недоумением смотрел мне вслед и двумя руками сжимал изрядно испортившийся шорт. Отлично. Интересно, что было бы если мы выбрали честный вариант? Я придумал хороший план, согласись. Ключ тебя? Разумеется. Он похлопал по карману. Надеюсь, Оливер ничего не заметит. Не переживай, у него в связке много ключей. Еле успел отцепить нужный. Как ни странно, мы с тобой хорошо поработали. Теперь нам осталось дождаться ночи и спуститься в подвал. Надеюсь, все пройдет гладко. Мы вернулись в казарму и каждый из нас занялся своими обязанностями. Пришло время спускаться в подвал. Это что? А, ясно. Это опять чертово дерьмо с сопрохождением. Не надо. Такс. Они наверняка спят. Не стоит их беспокоить. Ольфган спит. Не хочу его будить. Библиотека пустая. А здесь Яков. Йоко. Йокарный бабай. Подожди, кстати. Подожди секунду. А он горит? Ладно, давай подождем. Я, как говорился, немножко, так скажем, знаю, куда нам надо идти. И для начала давайте выйдем на улицу. Для начала нам надо погулять по двору. Вот кого мы должны встретить. Сейчас она появится. Да. Вот ты, Дорис. Нам нужно с ней встретиться. Хоть, конечно, это не сильно влияет, нам главное ей отдать конфету и ее утешить. Мы уже вышли на, так скажем, хорошую любовную линию с Дорис и улучшением с ней отношений. Но посмотрим, что будет с Яковом. Мне вот интересно будет, что будет, если мы с ним встретимся. Пропадет ли он после диалога с Дорис? Кстати, зря я не сохранился. Ну ладно. Потом я еще, честно говоря, если надо, в следующем эпизоде я сделаю небольшое вкрапление, где мы проверим, что будет, если подойти к Якову. Я удивлен, честно говоря, увидеть его там. Хомин, что ты тут делаешь? Уже так поздно. Не могу уснуть, поэтому решил прогуляться. А ты? О, Хомин, это такая грустная история. Если расскажу, то ночью тебя будут сниться кошмары. Ничего, я люблю ужасть. Дорис посмотрела вниз. Сегодня, во время тренировки, я нашла на тропинке мертвую птичку. Она была такая красивая, красненькая, с желтым и синим... А, с желтым и совсем кроха. Красненькая, с желтым и совсем кроха. Ее клев был такой же длинный, как мой ноготь на мизинце. Смотри. Дорис показала палец. Эм, ну да, и впрям маленький. Вот видишь, аптечка умерла, мне ее так жалко. Целый день о ней думаю. Она, наверное, даже не налеталась в волю. Я похоронила ее в лесу. Надеюсь, никто меня не видел. Знаешь, Омин, тут столько нехороших людей. Я так боюсь, что они вытащат ее. Тельцы земли будут над ним издеваться. Тут есть один такой по имени Тео. Знаешь его? Он всех нас не любит. Почему? Не знаю. Мы с ним никогда не общались. Но он все время меня пугает. Тео правда очень нехороший человек. Я улыбнулся. Ты идешь в казарму? Тебя проводить? Дори за... Зарделась, уэн. Ну ладно, давайте. Зарделась. Не знаю, что это значит. Нет, нет. Не стоит. Я... Ха-ха. Ищу цветочки для могилы птички. Тебе они по пути... Тебя по пути не встречались? Не обратил внимания. Вот как? Ну, наверное, стоит поискать их в другом месте. Дориса дернула юбку и... Лучезарно улыбнулась. Спокойной ночи, Омин. Желаю, чтобы тебе снились только очень-очень приятные сны. Спасибо. Ты тоже не задерживайся. На улице прохладно. Верно. Ахаха. Я еще немного поищу и пойду спать. Тут пусто. Лучше осмотреть все места, как говорится. Давайте теперь попробуем пойти к Якову. Буду надеяться, с ним теперь диалог не недоступен. Но, кстати, если Дорис не пропала... Кстати. Дорис не пропала, что можно сказать. Значит, этот диалог чисто дополнительный. Значит, это не какой-то совсем важный диалог. Ну, или... Можно ли так считать? В гостельной, скорее всего, никого нет. Да, пусто. Так, пошлите в библиотеку. Скорее всего, потому что столовая и всех остальных местах я тут никого... Еще и они. Ган стояла возле деревянной колонны. А Эли сидела на скамейке, опираясь спиной о стол. Кто вошел? Я не знал, что в этой локации так много персонажей. В этом отчете об этом вообще не говорилось. О том, что там куча персонажей. Блин. Ну, типа, правда, эта игра интересна тем, что, ну, реально лучше осматривать каждую комнату. Потому что фиг пойми, где они могут сидеть. А потом ты их пропустишь, а может быть в будущем они как-то свяжут эти диалоги и они очень помогут. Потому что, ну, как говорится, в этом плюс такой новелки. Что лучше так осматривать все это все-таки детектив. Мы отчасти. Кто вошел? Это Нема. Вы все в порядке? Я, наверное, помешал? Нет, нет. Иди сюда. Ты не против, Элиас? Разумеется, нет. Я подошел ближе. Что вы тут делаете? Почему не выключаете свет? Мне нравится смотреть на звезды. А то при горящей лампочке стекло становится зеркалом. Элиас говорит, что ему все равно. Ганс растер ладонями свои плечи. Сегодня прохладно. Просто сидите здесь и все? Мы с Гансом думали, как помочь Вольфгангу. Верно, нам его жалко. Он расстроится, если услышит тебя. Я ему ничего не скажу, Элиас. Хочешь, подумай с нами, Нему. Можно я сперва задам один вопрос? Почему Вольфганг, Вольфганг теряет память? Это длинная история, нам нельзя ее рассказывать. То есть причины вы знаете? Ганс попросительно посмотрел на Элиаса, но тот даже не шевельнулся. Знаем. Вы молчите из-за приказа Вагнера? Нему, пожалуйста, давай сменим тему. Я задаю неудобные вопросы. Но если я не буду знать прошлое Вольфганга, как тогда я смогу помочь ему? Элиас тихо вздохнул. Эх, тебе не обязательно знать причины. Провалы в памяти, на мой взгляд, помогают ему сохранять рассудок. Я скрестил руки на груди. Вольфганг все время напряжен и как будто чего-то боится. Это не самое страшное последствие. Элиас умолк. Последствия чего? Последствия... Последствия ничего. Подозрительно, подозрительно. Элиас нахмурился. Он больше ничего не скажет. Он больше ничего не скажет? Ты тоже будешь молчать, Ганс? Не злись, пожалуйста. Я кое-что знаю о Вольфганге. Я же могу рассказать, да, Элиас? Расскажи, но... Пауза получилась многозначительной. Однако, в отличие от Ганса, ни один из ее смыслов я так и не смогу уловить. Вольфганг из хорошей семьи, из обеспеченной. Он вроде к госслужащей, а еще у него есть старшая сестра. Эээ... Я поднял брови. Это все? Он не особо много о себе рассказывал. Неужели настолько мало? Еще он, кажется, хотел стать писателем, но это еще тогда было. Тогда? Год или два назад. Мы плохо знаем факты из-за его биографии. Но до того, как Вольфгант начал терять память, он показал себя прекрасным человеком. Он интересовался нашими жизнями, задавал много вопросов, бывало даже шутил. Наверное, ему не хватало друзей, раз он, можно сказать, тянулся к нам. Как вы все познакомились друг с другом в этом отряде? Раньше все было нам немного иначе. Не понимаю. Сейчас тебе не стоит этого знать. А когда стоит? А когда стоит? Ваше молчание когда-нибудь прервется? Не знаю. Возможно, да. Но, возможно, и нет. Ты злишься? Не могу. Вроде того. Прости. Я на секунду зажмурился, приходя в себя, а потом постарался придать голосу непринужденность. Как вы планируете помочь Вольфгангу? Мы как раз над этим додумаем. Когда он все забывает, то становится пугливым и совершенно нас не слушает, хотя мы договорились о другом. Это нельзя контролировать, Ганс. В такие моменты он забывает, что мы друзья. Ты прав. Мне бы хотелось бы, чтобы Вольфганг стал прежним. Мы ведь так хорошо дружили, прям как с тобой сейчас. Ваша дружба закончилась, когда Вольфганг начал терять воспоминания? Наша дружба стала односторонней. В последний год мы мало общались. Я не знаю, как вернуть прежнего отношения. Вольфганг ничего не помнит и крайне редко поддерживает беседу. Вольфганг говорил, что ребята из соседнего барака издевались над ним. Такое в самом деле происходило. Всем солдатам не место в армии. Вы рассказали Вагнеру? Нет, мы постарались разобраться сами. Каким образом? Подрались. Мы не хотели этого делать, но... Теперь ребята сами напросились. Они первыми набросились на нас. Ганс не вводи нема в заблуждение. Ганс покраснел и нервно рассмеялся. Наверное, я подзабыл что-то. Но ты здорово сражался. Еще бы чуть-чуть и мы бы победили. Элиас помощрился и опустил голову. Ганс приблизился ко мне и на ухо зашептал. Просто Элиас не видел куда бьет. Поэтому со стороны казалось, что он сражается с призраками. Ребята очень долго смеялись. Это ранило Элиаса. Это было давно. Сейчас Элиас очень сильный. Он всегда геройствует. Но ты знаешь, он часто меня одолевает. Ганс отошел в сторону. Я посмотрел на белоснежную макушку Элиаса. Я слепой Ганс, а не глухой. Извини, я не для шутки это сказал. Это глупая история. В тот раз нам с Гансом сильно досталось. Но зато эти ребята перестали приставать к Вольфгангу. Вы хорошо поступили. Когда Вольфганг узнал об этом, он обиделся. Да, он сказал, что мы выставили его слабаком. Ганс подмедлил, подбирая правильные слова. Вольфганг гордый, хоть и за его скрытностью и пугливостью это не очень заметно. Он умеет сопереживать. Я бы сказал, у него душа поэта. Жалко, что забывчивость испортила талант. До этого случая он ведь тоже что-то писал, верно? Да, истории про девушек. Не думаю, что талант куда-то делся. Скорее, ему нужен хороший наставник, который сумеет обуздать его воображение. У тебя ведь ты тоже был учитель? Да, моя бабушка была отменной художницей. Правда, я полюбил рисовать не из-за нее. Как говорят, талант передается через поколение. Наверное, тебе он тоже достался. Мне нравятся твои картины, хотя я не совсем понимаю их значения. Элиас покачал их головой. Я никогда не любил свои картины, но мне нравится их рисовать, особенно сейчас. Ты себя недооцениваешь. Ты здорово рисуешь. Если бы не война, ты бы прославился. Ганс уставился на меня. Правда, Нему? Согласен. Элиас потрясающе рисует. Элиас остинчиво улыбнулся. Видимо, наша с Гансом похвала достигла цели. Ну, честно говоря, это правда. На же среди... Да, у нас есть картина? Да, у нас до сих пор его картина есть. Ну, она правда яркая, как говорится. Но у художников такой уж вкус. Точнее, как вкус. Такое уж творчество у них. Давайте закончим этот диалог уже до конца. Все равно уже. Я сам не думал, что он настолько долгий будет. Элиас застенчиво улыбнулся. Видимо, наша с Гансом похвала достигла цели. Я плохо разбираюсь в искусстве, поэтому мои слова могут ничего для себя не значить. Но тот портрет, который ты мне подарил, удивительный. Я смог увидеть себя твоими глазами, это... Эээ... это дорогого стоит, несмотря на... Эээ, кто-о уже? Ничего себе. и такой харизматичный ему как спик и рукой удивленно открывшийся рот я плотно жалку бы и кашля ну здесь это поможет или сочувствовать себя лучше чтобы сказать а вот извиняюсь мы чуть-чуть перешли несмотря на слепоту и способен поражать обычных людей своими работой я умолк теряясь мысль мне было неловко озвучивать свои чувства и я не привык многословию которая внезапно мною оволодела лицо и леса застыла остекленившие глаза смотрели куда-то я заспил спасибо им я еще никогда не получал такой благодарность это немного неожиданно и чего себе такой харизматичный нем раз прикрыл рукой удивленно открывшийся рот я плотно жалку губы и шли но надеюсь это поможет и лесу чувствовать себя лучше согласен очень здорово и свыше лес глубоко вздохнул и улыбнулся спасибо ребят мозгаться переглянулись он дважды с довольным видом и вновь я вспомнил кое-что раз мы заговорили о творческих натурах я понял что или с очень похож на моего младшего брата разве я никого говорил ни разу да похож братик очень любил рисовать овечек он хотел стать ветеран ветеринаром как мама он жив конечно ему сейчас лет девять наверное я рад что с ним все хорошо как его зовут генри я все время записываю на его имя запинаюсь на его имени как генри как генри ой чем заключается наша схожесть он видит да правда носит очки а чем похож концу стремил взгляд на окно и грустно вздохнул вот такой же тихий и задумчивый мы с ним часто сидели на пасту пока я следил за овечками он их рисовал было бы так спокойно потом он дарил свои рисунки мне интересно что с ними сейчас тебе его не хватает мне всех не хватает наверное отец все таки отца все-таки забрали в армию мама очень этого не хотела возможно вы с ним скоро встретитесь и знаешь куда не знаешь куда его он не знаешь куда его направить нет ганс шмыгнул носом так грустно вспоминать старую жизнь на надеюсь и генри по мне не соскучает я был бы плохим старшим по брат и его вообще не захотелось подбодрить ганса не расстраивайся как только война закончится и вернешься к семье и у вас снова все будет хорошо конца шумом вздохнул а потом жалку бы и с ней с ним им вопросом смотря на элиас вот покачал головой но их да наверное все таки и будет они обязательно примут меня назад все так и будет губы ганса с дрожали и мне показалось что он готов расплакаться война всех чего-то лишила но однажды все наладится и теряйте надежду твоя семья очень дружин дружно и и со временем и не поймут что ты совершенно не извинился и он утер утер нос рукавом и дрожащими губами улыбнулся как хорошо что вы здесь я очень рад познакомился с вами двумя в горле появился ком я скрыл от них что расследую преступление они молча обо всем они молчали обо всем что творилось в мире или с двумя руками вцепился в трость ганс рассеянно смотрел в окно не пошли не прощаясь и медленно вышел из столовой дверь за мной с тихим стуком закрылась очень обещала быть непростой но теплый разговор с элисом и гансом разогнал страхи и сомнения я был готов продолжить свой путь и искренне верил что за мной за моей спиной стоят союз ну что ж на этом мы закан будем заканчивать а то серия уже затянулась а я не хочу опять его как-то сильно растягивать опять так и не такие интересные диалоги что я сам не замечаю как все таки хочется их почитать это интересно и новые данные обратить довольно приятно именно было немножко узнать о гансе и элиосе хоть они и скрывают все но я не знаю мне кажется для них это довольно тяжело для нас мы же ну хоть они не подозревают о том что там мы ведем какое-то расследование а наше лицо как говорится внушает доверие такой добрый простачок у подоречок и ну трудно подумать что он что-то затевает и кит подковер подковерные интриги делает и думаю им тяжело скрывать от нас эту информацию о своем прошлом но все-таки кажись мы рано или поздно об этом узнаем потому что что-то мне кажется что что-то нечисто по поводу бернальда шульца они давненько показывали так что они знают и бернальди шульца но когда о нем упоминают они как будто бы какие-то сильно растерянные растерянные напуганы особенно ганс он это еще сильнее показал ну ладно надеюсь вам понравилось не забывайте ставить лайки или дизлайки пишите комментарии предлагайте игры для прохождения я все читаю и записываю список скоро кстати говоря возможно вместе с этим выпуском или через день после выхода этого видеороликов выйдет еще дополнительные видеоролик с новым прохождением не забывайте жать на канал на колокольчик подписываться на этот канал так как все-таки тоже его надо ему расти нужно а то она наш канал из подписанных смотрит смотрит его только это 55 про 55 процентов человек смотрит его с подпиской или даже меньше а это неприятно вам этого ничего не стоит а меня это мотивирует продолжать записывать видеоролики и с вами я конечно же не прощаюсь скоро увидимся товарищи